пятый час саботажа на чем мы остановились уничтожьте всех роботов охраны два дня не запускал не помню просто на чем остановись вот робот кстати очень здорово мне в этом могут помочь могут помочь полицейские женщины ведь вот ракеты просто пролетают сквозь его и все так первая женщина полицейских умерла уже вторая кстати в трое приезжал вообще не попадает просто пролетают и все давайте попробуем тогда лазерной винтовкой а ну вот смотрите первым же выстрел ну понятно что он был уже изрядно потрёпанными смотрите довольно эффективно лазерные винтовки их очень даже эффективно валят я их недооценивал нам тогда получается эти гранатометы и нафиг не нужны текс уничтожьте роботов что не выполнено еще где-то последний робот остался ну ничего с такой бодрой винтовкой него сейчас быстро при кончу очень легко войдите в заброшенный дом и убейте всех врагов так здесь двадцать шесть головорезов нужно перестрелять и вот тут вот как раз сейчас можно довольно таки надолго застрять потому что тут начинается охота за последним аленом помещение очень большое и много нычек где они могут спрятаться вот и возможно потом придется долго бегать искать последнюю выжившую и за может быть этих тоже тогда перестрелять чтобы они это не мельтешили перед глазами давайте мирных тоже перебьем что они создают жизнь меня расстреливают упор сучи дети будем обходить по периметру всех убивать так очень прикольно мы нашли бутылка с надо где добавляет 10 процентов к первой помощи успеваем мы ее становимся более искусными целителями самого себя хоп и у нас теперь первая помощь не 25 а 35 процентов все а все а в у у а Пленных мы берем, как говорится. Даже мирно-то не проще расстрелять. Так, так. Вот откуда сейчас лупили? Видите, они прячутся по всяким щелям. Ну, потом ищи последнего алиена, вышившего. Ну, на первом этаже вроде бы чисто. Так, на первом этаже чисто, идем на второй этаж. Так, еще один ящик. Ничего интересного. Плазменный пулемет. Не сдался он мне. Хорошо, когда они сами себя выдают вот пальбой, как сейчас. Это самый лучший вариант. Да, они стреляют в меня, но даже если подохну, мне проще загрузиться, чем их и вот так вот выискивать. Осталось 6 врагов. Пять. Нифига себе, заброшенный дом, да? Здесь целый какой-то комплекс научный. Заброшенный дом. Осталось 3 врага. Осталось 3 врага. Еще один ящик. Ремкомплект для машины. Сколько весит? 8 килограмм многовато, прямо скажем. У меня два ремкомплекта есть. Короче, ладно, я, наверное, брать не буду. Хотя, давайте возьму. Ладно, давайте возьму. Еще выкинули, продам. Так, вот отсюда мы поднялись. Ну вот опять, вот где вот искать оставшихся? Наверху не... Вот остался один всего враг, и он наверняка и мы сейчас будем... К счастью, в этот раз нам не пришлось искать последнего алиена. Все получилось довольно быстро. Сообщите полковнику боксу о произошедшем. Значит, зачистили мы эту... В кавычках заброшенный дом. Не могу понять, где выход. Я взял. В течение Virus. Не помню, где выход. Вот и заброшенный дом. Полковник Бокс, это у нас... Это, значит, опять в район СТ-13. Тут ничего ценного. Ты не поймёшь, как из этих трущоб выбираться-то. Какой-то ящик. Примкомплект. Тоже ничего интересного. Тоже ничего интересного. во-первых давайте сперва дождемся дня потому что по ночам ходить ничего интересного так военная академия сдаем квест полковнику боксу а потом я пойду соберу три ящика который мне ред радикал в комментариях написал со всякими там с надобьями и татуировками и чипами хорошая работа солдат спасибо сэр у меня для тебя кое-что есть за отличную службу я награждаю тебя этой моделью оружия благодарю за сотрудничество спасибо ты это заслужил уничтожьте всех зомби в лаборатории г.л. района ст 13 и доложите боксу это тестовая программа но дерутся они по-настоящему так ну что может быть сначала все-таки собрать вот эти ништяки которые мир и радикал писал в комментариях а потом уже заняться этим заданием да я так и сделаю сейчас я вернусь быстренько в гнойный рак вот там подберу ящик потом есть ящик в подземном городе есть ящик где-то еще у меня тут записаны на бумажке сперва в гнойный рак где мы только что кстати были так дайте ка я гляну давайте сперва в подземный город залоговом хакера есть ящик с чем-то очень полезным ящик охраняется охраняется так несерьезно так чип безу безупречного ума плюс 5 к интеллекту шикарно то что нам надо куда нам столько аптечек я даже не представляю сразу на применяем этот чип становимся на 5 единиц умнее это имплантат так называемый теперь нам нужно в сам гнойный рак значит в гнойном раке на станции берег на северо-западе идти по дороге на юг радикал приложил скриншот который нам очень сильно поможет так тут он говорит надо все время поворачивать направо на выходе из подземного города так вот узнаю это место и где-то вот здесь вот должен быть ящик вот так это у нас татуировка взорванного неба размещается на правом плече плюс 30 к энергии 3 к интеллекту 10 к легкому оружию 10 энергетическому оружию и 10 к взрывчатке просто замечательно просто замечательно нам нам уже некуда пихать все вот эти вот и аптечки всевозможные до аптечки пихать уже просто никуда так и теперь нам осталось посетить район ангелы там тоже есть ящик менты кого-то шмонают кого-то тут убили блин тут вокруг них сотни людей убивают они нашли чем заниматься вот о чем я и говорю слышите эти дикие крики так район ангелы так ворота около б-бокса идти к домам на юго-западе за первым и вторым по ящику вот эти дома ящики естественно охраняются но это шпана для нас не представляет никакой угрозы ребята так вот первый ящик так тут бутылка снадобья добавляет 10 процентов к медитации то есть будет энергия наша быстрее восстанавливаться что конечно же здорово пусть а зачем мы собираем вот эти мелкие мелкие аптечки они нам в принципе нахер не сдались толку от них мало давайте собирать только большие берем только большие действительно честно говоря игра одна откровенно легкая тут мне аптечки ты вне все это и не нужно по большому счету я просто из жадности собираю но на самом деле все это нахер не сдалось так а снадобья то мы не усиление вот так это у нас татуировка взорванного неба я ее надеть прошлый раз забыл и вот мы испеваем вот это снадобья который дает нам плюс 10 к медитации вот и за этим зданием сейчас будет еще один ящик чип жизни дает плюс 5 к выносливости все радикал спасибо большое за подсказку очень помог а теперь возвращаемся к выполнению сюжетных квестов уничтожьте всех зомби в лаборатории г.л. в районе ст 17 идти слава богу недалеко вот сукины дети ну чё это такое сейчас еще и разобьюсь нет ушибся но не разбился так локация лаборатория г.л. тут нам предстоит истребить 30 зомби не меньше и не больше мирных трогать не буду так уж и быть так окей Продолжение следует... 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 Их осталось 10... Я очень надеюсь, что последнего Алина искать не придется... Ух ты! Татуировка звездной бури! Тип броня... Плюс 20 скачком энергии... Две к силы... Два к интеллекту... Здорово! Еще одну татуировочку нашли... Мы уже становимся такими конкретно татуированными... Блин, я просто не хочу в самый низ провалиться... Так... Так... Но блин... О, нет... Кажется, я залез туда, куда не следовало... О, черт... Фух, слава богу, я додумался сохраниться перед этим... Потому что я, видите, провалился... Куда нет выхода... Осталось два... Два зомбака... И вот опять... Сейчас начнется охота за последним Алином... Вот один остался, где его... Ну, слава богу, все-таки она... Не пришлось нам опять тратить время на охоту за последним... Выжившим... Все зомби уничтожены... Доложите полковнику Боксу в военной академии о выполнении миссии... Не помню, куда идти... Где выход... Уadt acts толку... Подожди... 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 Пон! Подожди... Подойдите, Риту. Хочу поздравить вас с успешным завершением тренировочной программы конфедерации. Теперь вы лейтенант и скоро начнете выполнять задания командования. Судя по тому, сколько баллов вы набрали во время тренировки, я могу полностью на вас положиться. Что ж, поздравляю вас, лейтенант. Поговорим позже. Итак, мы очутились в отеле. Мы выполнили все задания. Давайте в этот сейф я сложу самые крутые штуки, которые у нас есть. Все, к сожалению, больше в сейф ничего не положишь. Сейф переполнен. Тогда можно, допустим, я вот эти заберу, а туда положу самые крутые. Все, отдохнули мы в отеле и продолжаем работать. Новое сообщение. От генерала Гриндерса. Тема профессор Хан. Агент. Наши шпионы высадили ученого, ведущий важные военные разработки в сфере магнитного инжиниринга и электрополей. Важнейшая цель для вас – обнаружить его и доставить в империю. Гриндерс. Спросите у бармена Рода о профессоре Хане. Идем к бармену Роду. Спросим, что за Хан. Иногда двери сами открываются, иногда надо нажать F. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, давайте вызовем машину. Так, давайте вызовем машину. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Машина-то не железная, она может уничтожиться, если постоянно врезаться куда-либо. И вот мы снова пришли к нашему другу бармену за советом. А вот и ты. Давно не виделись. Как дела? Это твой мир. Я просто живу в нем. Двойной бурбон. Знаю, знаю. Мне нужна информация. Удивил. Еще одного профессора. Его фамилия Хан. Профессор Хан? Что-то знакомое. Дай-ка подумать. Эй, Гвен, подруга Айрис. Это же ее отец. Гвен Хан, дочь профессора. Они близкие подруги? Айрис и Гвен? Да, пожалуй. Гвен иногда приходит к ней в гости. Возможно, тебе следует поговорить с ней. Ты знаешь, где она сейчас? Кажется, сегодня она собиралась в парк аттракционов. Можешь пыскать там. Ты же помнишь, как она выглядит? Как я могу забыть? Да, она красавица. Это точно. Я найду ее. Спасибо. Передай ей, что мы ждем ее к ужину. Если она собирается опаздывать, пусть позвонит матери. Расспросите Айрис о дочери Хана, Гвен. Айрис в районе парк развлечений. Дуем искать его дочку в парк развлечений. Продолжение следует... Айрис находится совершенно в другом районе. Но мы на машине, поэтому путь не должен быть слишком длинным. Вот и все. Мой герой. Ты часто здесь бываешь? Когда есть деньги. Мне нужна информация. Информация? О чем? О твоей подруге. Моей подруге? Какой? Гвен. У нее проблемы? Нет. Ничего такого. В чем же тогда дело? Мне надо поговорить с ней. Ты не скажешь мне? Просто доверься мне. Довериться тебе? А? Ну, хорошо. Обычно она в казино Флэш Рояль. Знаешь где это? Более или менее. Я пойду с тобой так, что ты не заблудишься. Ты очень симпатичный. Все друзья будут мне завидовать. Итак, мы в казино Флэш Рояль. Тебе доводилось бывать здесь раньше? Пару раз. Гвен любит играть в Блэк Джек. Давай посмотрим за столами. Ты ее веришь? Возможно. Что значит возможно? Раз уж мы здесь, может, разрешишь мне сыграть пару раз? Валяй. Я не против. Честно говоря, твое одобрение это не совсем то, что мне нужно. И что же тебе нужно? Эм... Сколько? 75? Не вопрос. Это же не очень много для тебя, так ведь? 75? И? Где Гвен? Вон та девушка в зеленой рубашке за вторым столом. Только не говори ей, что это я тебя привела. Она суеверна. Держи свои 75. Спасибо, красавчик. Потом увидимся? Хорошо. Пока. Встретитесь с Гвен в казино Флэш Рояль и поговорите с ней. Вот она. Пожалуйста, не закрывайте. Приятное местечко. Я тоже так думаю. Мне нужна информация. Я не хочу грубить, но я пытаюсь играть. Я буду говорить с вами во время игры только в одном случае. Если вы приносите удачу. Удачу. Сколько угодно. Я не собираюсь верить вам на слово. Вам придется доказать это. А теперь, если вы меня извините. Выиграйте игру у автомата, чтобы Гвен поговорила с вами. Вы достигли 34 уровня. Так, прокачиваем статистики. Качаю, как говорил Редрадикал, науку до упора. 45 у нас уже наука. Очки параметров. Тут он говорит качать равномерно. Пускай будет равномерно. Так. Нам сейчас нужно 3 раза подряд выиграть у автомата. Игра заключается в том, что нужно успевать вовремя нажимать после того, как загорится зеленая лампочка и не нажимать, когда горит красная. Такая озвучка угорит. Второй раз и выиграл. Как суки надеть. А каждое неправильное нажатие это 10 баксов с моего счета. Чем там не идти. Это 10 баксов с моего счета. Какая-то жесть. Ну что дальше? Поговорите с Гвен. Об ее отце, профессоре Хане. Ну надо же, мы выиграли. Может быть и не подряд. Может быть просто три раза надо выиграть. Вы просто волшебник. Я же говорил. Эээ, простите, что я вам не поверила. Я могу угостить тебя обедом? Конечно. Но я не хочу уходить из казино. Здесь есть ресторан. Так ты еще учишься? Я уже закончила колледж. Сколько тебе лет? В следующем месяце мне исполнится 26. Так ты работаешь? Нет, пока нет. Я немного подожду. Хочу отдохнуть от реального мира. Тебе повезло, что ты можешь себе это позволить. Да, мне сейчас это нужно. Трудно все время думать о будущем. Я могу это понять. Правда? Конечно же можешь. И что это означает? Ничего. Просто твое лицо. По нему многое видно. Хочешь сказать, что я старый? Ничего подобного. Я нахожу его очень притягательно. Ты ставишь меня в неловкое положение. О, прости. Этого я точно не хотела. Так на чем ты специализировалась в колледже? Я занималась наукой. Физикой. Как мой отец. Твой отец физик? Блестящий физик. Отчасти завидую. Я никогда не был силен в точных науках. Это дается мне легко. Как и многое другое. Ну, наверное, таким людям хорошо платят. Специалистам по точным наукам. Да, у папы большой дом на Драйден-Хиллз. И Форестер 3000. Большая машина. Это забавно, потому что папа небольшого роста. Когда он за рулем, видно только его руки на руле. И копну седых волос. Он такой милый. Но мы даже не можем поставить машину в гараж. Такая она огромная. А ты на чем ездишь? Я езжу на метро. Или хожу пешком. Почему? Я предпочитаю ощущать себя частью мира. А не прятаться от него, как отец. Интересная точка зрения. Папа бывает очень отстраненным. Он не любит общество. Я многое в своем характере унаследовала от отца. Но с этой склонностью стараюсь бороться. Если речь обо мне, то тебе нечего опасаться. Ты такой милый. К сожалению, я уже опаздываю. Ты меня покидаешь? Боюсь, что да. Не скажу, что мне очень этого хочется. Но было очень приятно пообщаться с тобой, Гвен. Мне тоже. У тебя очень красивые глаза. Не оставишь свой номер, чтобы я мог как-нибудь связаться с тобой? Сейчас напишу. Расспросите полковника Бокса о профессоре Хани. Так у нас новый уровень. Новый уровень. И снова возвращаемся к профессору Хану. Вернее, к полковнику Боксу, чтобы узнать о профессоре Хани. Вернее, к полковнику Боксу, чтобы узнать о профессоре Хани. Вернее, к полковнику Боксу, чтобы узнать о профессоре Хани. Вернее, к полковнику Боксу, чтобы узнать о профессоре Хани. Вернее, к полковнику Боксу, чтобы узнать о профессоре Хани. Вернее, к полковнику Боксу, чтобы узнать о профессоре Хани. Вернее, к полковнику Боксу, чтобы узнать о профессоре Хани. Вернее, к полковнику Боксу, чтобы узнать о профессоре Хани. Надо смотреть по сторонам, если машина собьет, улетишь на другой конец карты. Тебе что-то нужно, солдат? Может, вы сможете мне помочь? Мне нужно кое с кем связаться. С кем? С человеком по имени Хан. Профессор Хан. Хан. Он мой друг. Ну, по крайней мере, раньше мы были друзьями. Это довольно замкнутый человек. Это я понимаю. Он настоящий гений. Да, я его знаю. Не знаете, где с ним можно пообщаться? Пока он в университете, это практически невозможно. Он очень загружен. Когда-то мы с ним играли в бильярд. А это было много лет назад. А где вы играли? У Лолы. На площади Революции. Возможно, он до сих пор там бывает. После того, как я переехал, мне стало не с руки делать такой крюк. И больше я туда не заходил. Думаете, он все еще ходит туда? Вполне вероятно. Он редко меняет привычки. Он начал ходить туда раньше, чем я. Это спокойное место, где каждый занят своими делами. Ему это всегда нравилось. Попробуй найти его там. Попробуй. Если найдешь, передавай от меня привет. Найдите профессора Хана в баре у Лолы, район Площадь Революции. И узнайте у него местоположение инженерной лаборатории. Благо идти недалеко. Вот этот бар у Лолы. Мы знакомы. Как поживаете? Отлично, молодой человек. Как вас зовут? Хам. Приятное местечко. Мне здесь нравится. Тихо и спокойно. Простите, не хочется вас беспокоить. Но вы не профессор Хан, преподающий в университете. Да, то есть я хотел сказать, раньше я там преподавал. Я ушел оттуда. Я так и думал. Возможно, вы меня не помните. Вы мой бывший студент? Много времени прошло. Извините, но я вас не помню. Ничего. На вашем месте я бы тоже не вспомнил. У вас ведь было столько студентов. Святая правда. Можно угостить вас выпивкой? Конечно. Как вас зовут? Кларенс. Кларенс Ноулс. Кларенс. Так чем же вы занимаетесь сейчас? Я исследователь. Исследователь? В самом деле? Да, сэр. Пожалуйста, не надо этого, сэр. Называйте меня просто Ханом. Да, сэр. То есть, простите, Хан. Трудно избавиться от старых привычек. Это точно. Ну так расскажите же мне, что именно вы исследуете? Я работаю в компании, которая занимается безопасностью. Изучаю разные системы безопасности в корпорациях. И иногда в организациях, финансируемых Министерством обороны. Должно быть, очень интересно. Ну, время от времени. О, я уверен. Кстати, последнее время я работаю над разработкой сверхсовременных программ безопасности. Для армии, естественно. Да что вы говорите. Да. Но иногда и эти системы не срабатывают. Я знаю. Видите ли, моя исследовательская работа заключается в регулярной проверке систем и определении, каким образом можно их модернизировать с целью повышения надежности сохранения информации. В самом деле? Например, если вы входите в здание, где используются программы идентификации серии ЕМ-1400, вы проходите несколько этапов. Если говорить конкретно о 1400, то речь идет о шести этапах проверки на разрешение доступа. Да. Моя работа состоит в том, чтобы выяснить, как можно сократить количество этапов. Скажем, до трех. Без потери качества обеспечения безопасности. А, понятно. В системе, которую я сейчас разрабатываю, два этапа. Так что, в некотором смысле, ее можно считать усовершенствованной. Наверное, тоже для военных. Ну, я надеюсь на ваше умение хранить тайны. Но то, насколько продвинутой будет система, зависит главным образом от двух параметров. Первый. Что представляют собой эти этапы? Разумеется, нужен специфический ключ. Магнитный или термический? Я не уверен. Сзади есть черная полоса или устройство работает от батарейки? Наподобие плотной пластиковой карточки? Черная полоса. Это магнит. Да, точно. А второй этап? Просто ввод кода доступа. Вот здесь и нужно мое вмешательство. Даже если речь идет об отлаженных системах, код доступа иногда бывает слишком сложным. Что делает его непрактичным? Да, в этом вся проблема. Я это просто ненавижу. Пять минут набирать этот 24-разрядный код. Затем ждать, пока компьютер обработает его и откроет замки. Возможно, компьютер недостаточно мощный. На это уходит много времени, потому что код доступа, который вы вводите, сам закодирован. И процессор должен принять ваш код, расшифровать его, перевести его в нормальный код и передать центральному блоку. А центральный компьютер включает определенную защиту. Ух ты! И когда активируются пневматические замки, несколько секунд уходит на разжатие и переход в нормальное состояние. Компьютер шипит, когда вы вводите код? Кажется, нет. Что ж, если вы слышите шипение, у вас пневматическая защита. А если не слышите шипение, возможно, у вас та же пневматическая защита, но она основана на подавляющем компрессоре Гербера. А что это такое? Это приспособление, сводящее к минимуму износ и повреждение защиты, благодаря гарантии от случайной декомпрессии в компрессоре, которая со временем может привести к износу замков. Понятно. Если спросите моего мнения, то эти пневматические замки, простите за откровенность, фигня редкая. Они никогда не разжимаются достаточно, чтобы появилась возможность инфильтрации. То же самое думала компания Гербера и реконструировала старые модели, чтобы заработать немного денег, пока новые модели готовятся к выпуску. Этот сжиматель ничего не сжимает, а только производит это шипение. Но я не хочу навязывать вам свое мнение. Звучит, как будто вы знаете, о чем говорите. Еще стаканчик? Только теперь я угощаю. Спросите Тека де Винта в книжном магазине в Северном Эйфеле о том, как можно попасть в инженерную лабораторию. Разговорили мы этого профессора, и он нам все выложил, сам того не поняв. Дуем Северный Эйфель в библиотеку. Книжный магазин, если быть точнее. А, вижу, вы вернулись. Мне нужна информация. Продолжай. Магнитные ключи. Что? Вы можете их достать? Я могу достать практически все. Думаю, это будет нелегко. Продолжайте. Люблю нелегкие задания. Мне нужен военный магнитный ключ, работающий с 24-разрядным кодом доступа. Военный? Насколько серьезный уровень? Самый последний и самый лучший. Мастер-ключ. Мастер-ключ? Как вы говорите, самый последний и самый лучший. У вас есть такой? Я слышал о таком ключе, но у меня его нет. Так что, я должен найти его сам? И не совсем так. Так вы можете мне помочь? Могу, но вам придется добывать его самому. Не понимаю. Я не могу достать ключ, но я знаю, где можно его достать. Более того, я знаю, где можно найти большой ключ. Где? Эта информация не дешевая. Так где же? Эта информация не дешевая. Сколько? Три сотни. Договорились. Чудесно. Знаете, мистер Рид, вы мне нравитесь. Я хочу заключить с вами сделку. Говорите. Как вы думаете, сколько такой ключ будет стоить для меня, а? Вы получаете ключ, делаете то, для чего он вам понадобился, а когда вы закончите... Если я его достану, думаю, я оставлю его себе. Без сомнения. Хитрый ход с вашей стороны. Но мне не нужен сам ключ. Я могу попросить Хайспеда взломать код магнитной полоски, а затем сделать дубликат у Ти-Джея. Это влетит вам в копеечку. Безусловно. Но мы можем обсудить цену потом, когда ключ будет у вас. А ваши три сотни, будем их считать, скажем так, вашей инвестицией. Вы мне тоже нравитесь так, но ключ я оставлю себе. Какая неудача. А я надеялся, что вы готовы к конструктивному диалогу. Если передумаете, дайте мне знать. Украдите защитный магнит, чтобы получить доступ в инженерную лабораторию. Он находится в кабинете генерала Кольта, в Министерстве обороны, в районе Авалон. Министерство обороны, в районе Авалон. Тут, к сожалению, придется шлепать пешком, потому что машину вызывать бесполезно. Давайте попробуем. Она просто через толпы пешеходов не прорвется. Вот я вызвал машину. Опа, надо же. Получилось. Опа. 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 На лифте на второй уровень и оттуда уже в район Авалон. Так, мы в районе Авалон, движемся в сторону Министерства обороны. Тут надо ориентироваться по указателям, потому что хрен черт ногу сломит. Так, направо, еще направо. Просто по указателям едем. Так, а вот мы уже и возле Министерства обороны. Кабинет министра находится в каком-то вот из этих помещений. Вот он. Открыт, без присмотра. Вот магнитный ключ. Спросите у бармена Рода о планах канализационной системы. Мы достигли 37 уровня. Так, тут, кстати, я нашел новый ствол Миниган Октава. У нас такого не было, для коллекции сойдет. Хороший броня, но весит 100 единиц. Это слишком дорого. Я, наверное, как-то обойдусь. Так, все, снова возвращаемся к бармену Роду за советом. Редактор субтитров А.Семкин Заходи, рад тебя видеть. Мне нужна информация. Говоряй. Где обычно хранятся городские планы? Планы? Да, планы. Инфраструктура. Каких инфраструктур? Метро, городской водопровод и все такое. А, эти планы. Хорошо, дай подумать. Знаешь, что? Что? Возможно, ты их сможешь добыть вполне легальным путем. Что ты имеешь в виду? Эти планы могут быть где-то в городских архивах. В городских архивах? Ну, может, для широкой общественности они и недоступны, но вряд ли тебе понадобится особое разрешение. А кто может иметь к ним доступ? Возможно, обычный офицер. Ты же офицер, все законно. Было бы здорово. Думаю, так и есть. Просто отправляйся в центральный городской архив и попытай счастье. Возьмите у Натали, работника центрального архива, в университете города Чудес в районе площади эволюции, планы канализационной системы. Дуем в универ. За планами канализационной системы. Так, ну где машина, которую я вызвал? Не хочет она к нам ехать. Дистанция 220 метров. Пипец. Ну где моя машина? Дистанция 300 метров. Тридец. Дистанция до автомобиля уже 500 метров. И это я его вызвал. Представляете? Он просто уезжает куда-то от меня. Вместо того, чтобы ехать ко мне. Мы в университете. Натали со своими городскими архивами находится в цокольном этаже. Спускаемся вниз. И вот она стоит. Я могу чем-то помочь? Как дела? Еще один спокойный денек. Приятное местечко. Поверьте, со временем надоедает. Мне нужна информация. Чем я могу вам помочь? Я ищу планы городского водопровода. Водопровод? Хорошо. Тогда вам нужен допуск второго уровня. И идентификационная карточка при вас? Да. Вот. Все в порядке. Занесу ваш номер. Секундочку. Окей. Так, все в порядке. Теперь к этим записям нужен доступ второго уровня. Знаете, что это значит? Не совсем. Хорошо. Второй уровень позволяет копировать файлы на диск, но информация будет зашифрована. Как мне расшифровать информацию? Чтобы расшифровать информацию, вам придется получить разрешение министра обороны. Сколько на это потребуется времени? Из-за текущей политической обстановки информация о городе засекречена. Давайте начнем. К сожалению, это может занять целую неделю. Но по большей части на это уходит от одного до двух дней. Ну, если это должно быть сделано... Я настрою вас на станцию загрузки. Поговорите с Хайспидом о расшифровке планов канализационной системы в логово хакеров подземный город. Продолжим в следующей части. Всем спасибо. Всем пока.